Здравствуйте дорогие друзья! Меня зовут Юля и вы на канале Вязание. Сегодня у нас следует продолжение мастер-класса по вязанию кардигана Диана. Хочу показать вам, как поднять петли на рукав по пройме. Для этого нам понадобятся спицы номер 4 и спицы номер 6. Берем изначально спицы номер 4, пряжу. Я буду начинать вязать рукав однотонной пряжей. Это Элизе Лана Голд Классик. Вы можете взять спицы круговые с тросиком 40 см, которые идут для шапок. Берем рабочую нить, находим нашу протяжку. Я буду поднимать вот за эту петлю. Если вы не делали перекрещивание петель в пройме, тогда у вас будет протяжка. Например, вот такая протяжка. Вы будете поддевать за вторую протяжку. Вот так. Я же делаю перекрещивание, поэтому буду провязывать петлю. Провязываем 3 петли. Вторая петля у меня идет кромочная и третья тоже идет кромочная. То есть мы будем поддевать кромочные петли. Две дольки кромочной петли. Затем после трех петель мы делаем с вами накид. Снова поддеваем 3 петли. 1, 2, 3. Снова накид. У нас должна идти целая лицевая петля по краю проймы. Или по краю поднятых петель. Снова 3 петли. 1, 2, 3. И снова накид. Итак, чередуем по пройме до конца. 3 петли провязываем, накид. 3 петли провязываем, накид. Итак, вот у нас идет плечевой шов. Мы перед ним сделали последний накид. И дальше смотрим, чтобы у нас вот эта коса ровная петля, ровный ряд не прерывались. То есть смотрим, куда нам нужно вводить. Вот сюда вводим 1, вот сюда 2, и вот сюда 3. Смотрите, наша косичка идет ровная. Делаем накид и снова 3 петли. 1, 2, 3. И продолжаем до конца нашей проймы. 3 петли провязываем, накид. Итак, я набрала петли. И вот у меня последний накид. И остается еще одна кромочная петля. Вот она. Я ее провязываю. Теперь вешаем маркер. В итоге у меня получилась 81 петля. У вас может получиться другое число. Плюс-минус одна петля не имеет разницы. В принципе, не имеет разницы, сколько получилось у вас. Если вы провязываете 3 петли, а потом делали накид, то у вас должно быть все правильно. И если вы взяли спицы на один размер меньше, нежели вязали основное полотно. Потом продолжаем вязать все петли лицевыми по кругу. Без каких-либо прибавок и убавок. Накиды мы тоже провязываем лицевой петлей. Вот накид провязываем лицевой. И сейчас я вам скажу, сколько высоту или длину нужно провязать на лицевой глади. Вот так. Смотрите, все у нас ровненько, четенько получается. Итак, дорогие друзья, вот наша лицевая гладь связана однотонной пряжей. Потом я перешла на узоры соты и начала вязать из твидовой пряжи Элизе Альпака Твид. И дальше резиночка тоже связана из этой же пряжи. Вы можете связать рукав полностью однотонным, как, в принципе, я хотела это сделать. Ну, а можете сделать так, как я. Или же связать соты твидовой пряжей, а резинку уже однотонной. Решать только вам. Итак, я лицевую гладь провязала в высоту 15 см. В последнем лицевом ряду я добавила 15 петель. Для того, чтобы у нас хорошо распределился узор соты. Потому что в рапорте 8 петель. Нам нужно, чтобы количество лицевых петель делилось на 8. Ну и добавки еще нужны для того, чтобы рукав не был сильно стянутым. Поэтому в последнем лицевом ряду, когда я вязала однотонной пряжей, я добавила еще 15 петель. Вы равномерно распределите. Не важно, в каких местах вы будете делать эти прибавки. Можете делать из протяжки, можете делать с помощью накида. Затем переходите на узор соты. Я оставлю мастер-класс. На моем канале есть мастер-класс, как вязать этот узор. Подсказку вы увидите в верхнем правом углу. Также эта схема будет в моей группе ВКонтакте. Ссылочка тоже будет в описании под видео. Под видео вы увидите еще. Нажимаете и в самом концу всего описания вы находите ссылку на мою группу ВКонтакте. Там будет схема. Схема очень проста. Рапорт 8 петель. И вы делаете перекрещивание. Через каждые 3 ряда. Там все элементарно и все просто. Итак, узоры соты я провязала. Главное, что вы вяжете узоры соты на спицах номер 6. Которые были указаны в начале видео. 19 сантиметров. У вас может быть другая высота. Потом, когда вы провязали последний рапорт в высоту узора соты. Вы переходите на спицы номер 4. И провязываете 2 петли как одну. То есть делаем убавки. В итоге у вас уменьшится количество петель в 2 раза. И вяжете резиночку 2х2. Резинка у меня провязана в высоту 4,5 сантиметра. Это ясно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, внизу в комментариях под видео. Рукав вяжется элементарно. Просто. Если вы не хотите делать никаких узоров соты, вы можете просто продолжать на спицах номер 4 вязать рукав нужной вам длины. И затем переходить на резинку 2х2. Вот так. Самая сложная часть это была в том, она в принципе не сложная, как набрать петли на рукав. Все. Дальше все элементарно просто. Сначала вяжете лицевой гладью на спицах номер 4 в нужную высоту. Затем добавляете в последнем ряду лицевом петли. Я добавила 15. Вы даже можете добавить 23, чтобы рукав был вообще не стянут. Смотрите, он у меня немного сходится. Получится таким А-образным силуэтом. И потом вяжете. У меня получилось 6 раппорта в высоту узора соты. Затем убавляете, провязываете каждые 2 петли как одну лицевой и переходите на резиночку. У меня вышло, что на резинку осталось 48 петель. Было на узора 96. И осталось на резинку 48 петель. Раппорт резинки 2х2 4 петли. То есть 48 очень хорошо делится на 24. Все понятно. В общем, высоту у меня рукав получился 39 сантиметров. Это вместе с резинкой. Все, на этом мастер-класс подошел к завершению. Еще раз повторяюсь, если у вас есть какие-то вопросы, задавайте мне внизу в комментариях. Я обязательно отвечу. Желаю вам вдохновения. Побольше свободного времени для того, чтобы связать этот кардиган. Всем пока-пока.